Привет, Страж! Меня зовут Джон Лейни и надевай наушники. Не обращай внимания на видеоряд, в этом видео я буду больше говорить, чем показывать. Я долго думал, стоит ли записывать видео на эту тему, потому что потакать всем тем потоком грязи, что я вижу в комментариях, это последнее дело. Но, с другой стороны, мне есть что сказать. Мне не нравятся рассуждения и некоторые выводы, которые я вижу под записями и под видео, так что отреагировать я должен. Итак, Банжи сделали невероятно важный анонс. Отвергнутые, большой аддон, который изменит игру до неузнаваемости уже этой осенью. Изменят экономику, систему оружия, перков и всё такое. Как и любой релиз, кого-то он порадовал, а кого-то нет. Первое, что хотелось бы сказать, глядя на комментарии, да, всё это мы ждали на релизе игры. Да, это то, что было в первой части, и теперь нам это, как вы выражаетесь, подают во второй раз. Я с этим не спорю. И я, и многие игроки были крайне удивлены на старте тому, что роллов на оружии нет, что все любимые спецоружия типа дробовиков и особенно снайперов задушены новой системой вооружения, и потому большую часть времени с момента релиза D2 мы говорили и ныли о том, что получили не тот сиквел, которого ждали. Мне пишут Джонни, ну как же так, почему тебе сейчас всё нравится, о плохом ты не говоришь. Серьёзно? Давайте посмотрим, какое видео на моём канале лидер по просмотрам. Выглядит так, будто они, пойдя на эксперимент с Destiny 2, держали в уме абсурдный и очень нечестный по отношению к своей аудитории план, который заключался в том, что когда новые механики не приживутся, и игра окажется под угрозой, они просто вернут старые фишки игры оригинальной и подадут это под соусом новое. Но, эй, Банджи, вы не Apple. Ничего не говорил? Серьёзно? Я эти мысли, что вы все пишите сейчас в комментариях, озвучил ещё 5 месяцев назад. 5. И весь мой позитив связан с важными изменениями в игре. С тех пор. Но даже после военного разума, который я так расхваливаю, я говорил, что проблемы, например, в Гарнила, никуда не сдвинулись, их дофига. Я постоянно об этом говорю и на стримах. Но нет, кому-то приятнее думать, что всё продано, куплено, проплачено. Если мнение автора не совпадает с моим, значит он либо дурак, либо ему платят. Офигительная логика, ребят. Вторая по популярности тема осуждения – цена нового дополнения. 2.499 за базовую и 4.000 за версию с сезонником. Это цены для PS4. На ПК там чуть дешевле. Да, для определённой аудитории, например, тех, кто совсем молодой и финансово пока зависим от родителей, эта цена велика. И им стрёмно, что опять летом подрабатывать надо на борьбу с тьмой. И нет, это если что, я не смеюсь над школьниками. Но для взрослых и самостоятельных объясню свою точку зрения. Для меня это тоже оказалось сюрпризом. Но не только цена. Цена на дополнение та же примерно, что и на аддон The Taken King в первом году. Этот такой же аддон, изменяющий игру до неузнаваемости. А ведь тогда ещё и сезонника не было. И игроки потом, после того, как купили аддон, платили ещё и за дополнение Rise of Iron около полутора тысяч, если не путаю. Так что вышли примерно те же деньги. Но я подумал, хм, а что если и правда всё очень плохо, студии нас обманывают, а я, будучи одним из самых больших фанатов серии, просто не вижу этого беспорядка и беспредела. Кстати, в комментариях зарубежных сообществ и под видео западных моих коллег тоже встречаются недовольной ценой, но их сильно меньше. Я запустил опрос у себя в группе, в котором спросил, кто какую версию купит. И вот вам результаты. Более 40% ответили, что возьмут самое жирное и дорогое издание. А базовую версию собираются приобрести всего 7% ответивших. Минимум. Ну конечно, лохов там много, думает обиженный хейтер. Несите денежки. Лучше за 4 тысячи купить какой-нибудь тайтл типа God of War или Detroit. И вот это меня совсем взрывает. Серьёзно? Сравнивать Destiny и однопользовательские игры? Во вчерашнем видоке банджи сразу обозначили, что с релизом отвергнутых они хотят, чтобы игра стала хобби, стала сервисом, а не просто игрой, которую ты проходишь и убираешь со своего жёсткого диска. А значит, растёт и количество часов в игре, множится в несколько раз. К слову, вторая часть и разочаровала меня на старте именно тем, что я не мог играть в неё столько, сколько мог в первую часть. Если вам не нравится то, как банджи подают контент, что за каждое обновление платить нужно, то, ну, тут мне комментировать сложно. Конечно, я скорее соглашусь, что такой порядок нечестен по отношению к игрокам. Как минимум к тем, кто раскошелился на делюкс на старте игры. Для них можно было бы или пересчитать как-то более в сидящем режиме, или часть бесплатно дать. Ну, а для остальных... Эту модель тоже банджи придумали не вчера. В D1 так и было. О такой системе платных обновлений можно было заранее узнать, чтобы потом не было вот таким разочаровывающим или неприятным сюрпризом. Это бизнес, и если люди платят и покупают, так будет работать и дальше. Времена, когда ты покупал диск с игрой, и это была законченная и готовая игра, уже давно позади, к сожалению. Но что-то никого не смущает покупать новую FIFA ежегодно. Она одна с обновленными формами и стадионами стоит 4000. Тут вам за эти деньги продают 4 дополнения, которые будут вносить игру новый контент в течение года, еще не считая ивентов бесплатных. В общем, говорить об этом можно долго, и все это закончится одним. Никто не запрещает вам играть до сентября, думать, копить, ждать оценок и обзоров. Подождите Е3, подождите Gamescom, еще куча новостей будет, сможете решить для себя, стоит она того или нет. Но в заключении скажу несколько слов, как игрок из Destiny 1. Не как автор контента, а как именно игрок и большой фанат игры. Ни секунды я не жалел, когда покупал дополнение второго года к Destiny 1. Тогда каждая копейка окупилась. А чтобы понять масштаб такого обновления, скажу, я канал Triple Vibe создал именно за пару недель до релиза The Taking King. Потому что я понял, что в игру, которую я так люблю, скоро добавят столько нового. И так много новых игроков придет, что я хочу им помочь освоиться и поделиться с ними всеми секретами и опытом. Так что сейчас у меня ровно то же чувство. Если вы говорите, что вера в разработчиков утрачена, то вот он, последний шанс все исправить. И я уверен, что с выходом отвергнутых, 90% претензий, что мы высказывали, отпадут. И я повторюсь, жаль, что для этого потребовался год дополнительных разработок. Спасибо за просмотр. Воздержитесь от негатива в комментариях, очень прошу. Грязи слишком много везде. Давайте стараться держать сообщество в чистоте. На этом все. Не забудьте подписаться на канал, поделиться этим видео и до связи.